Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! В прошлый понедельник вечером в 22.00 закончилось перемирие без продления со стороны президента Украины Порошенко. Уже в ночь на вторник украинской армии был открыт сильный артиллерийский огонь по позиции локальных вооруженных формирований и нанесены удары с воздуха. Многие невинные граждане были при этом убиты. Ранее президент России Владимир Путин выступил за продление соглашения о перемирии. По сообщениям СМИ он также выразил готовность разрешить допуск на российскую территорию украинским пограничникам. Вместе со своими российскими коллегами они должны контролировать границу в тех районах, где украинские КПП захвачены так называемыми сепаратистами. Кроме того, в будущем и наблюдатели ОБСЕ должны иметь возможность выполнить свою миссию на территории России. Однако, несмотря на такую удивительную отзывчивость Путина, Вашингтон отжидает от Москвы в очередной раз большего вклада в деэскалакцию конфликта, как заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Дженнифер Псаки. То же самое говорит и представитель правительства Германии Штефан Зайберт, который ожидает от России больших усилий для мирного решения конфликта. Еще до того, как Порошенко прекратил перемирие и тем самым похоронил надежду на мирное и дипломатическое урегулирование конфликта, пресс-секретарь Госдепартамента США Псаки заверила правительство Киева в полной поддержке со стороны Вашингтона. Я цитирую, «Какое бы решение они ни приняли, мы поддержим их». Хотя фактически Порошенко и его сторонники ответственны за новые случаи гибели людей, козлом отпущения за все события в Украине снова становится Владимир Путин. Вчера в своей речи президент России осудил такой подход и перед собранием российских дипломатов проанализировал эту ситуацию. Путин о решении Порошенко сказал, «К сожалению, президент Порошенко принял решение возобновить боевые действия. И мы не смогли, я имею в виду себя и своих коллег из Европы, не смогли его убедить в том, что дорога к надежному, прочному, долгосрочному миру не может лежать через войну». О внутриполитической ситуации в Украине Путин сказал, «Все, что происходит на Украине, это, конечно, внутреннее дело украинского государства. Но нам до боли жаль, что гибнут люди, гражданское население». Вот что сказал Путин о гибели российского журналиста, который во время официального перемирия сопровождал группу украинских женщин к военной базе, которые хотели навестить своих мужей. Журналист во время съемки был поражен пулей, в результате чего он умер. Я цитирую. Абсолютно неприемлемым является убийство журналистов, кто боится объективной информации. Видимо, только те, кто совершает преступление. Путин о НАТО. Что касается Крыма, мы не могли допустить, чтобы на крымскую землю пришли бы войска НАТО и был кардинально изменен баланс сил при Черноморье. Путин о Европе. Необходимо настойчиво добиваться исключения на европейском пространстве любых антиконституционных переворотов, вмешательства внутренних дел суверенных государств, шантажа и угроз международных отношений, поощрения радикальных и ненацистских сил. Нам всем в Европе нужна своего рода страховочная сетка, чтобы иракский, ливийский, сирийский... К сожалению, в этом ряду нужно упомянуть и украинский. Прецеденты не оказались заразной болезнью. Путин о ситуации в мире. На карте мира появляется все больше регионов, где обстановку хронически лихорадят. Проявляются системные дисбалансы в мировой экономике, в финансах, в торговле. Продолжается размывание традиционных нравственных и духовных ценностей. Народы и страны все громче заявляют о решимости самим определять свою судьбу, сохранять свою цивилизационную и культурную идентичность, что вступает в противоречие с попытками некоторых стран сохранить доминирование в военной сфере, политике, финансах, экономике и идеологии. Дорогие зрители, в свете заявления Путина оцените сами для себя, действительно ли это Россия проводит политику подстрекательства к войне. Кроме того, еще предстоит выяснить, получит ли отклик на кризисном саммите в Берлине требования России о новом перемирии. Уважаемые зрители канала Кляги Маур-Ти-Ви, пожалуйста, приглашайте новых зрителей посмотреть наш канал, чтобы эта важная информация проникла за пределы небольшой зрительской аудитории. Мы ежедневно комментируем текущие сообщения в СМИ и даем слово важным голосам против мирового подстрекательства к войне. Агитируйте за этот независимый канал, чтобы эта информация стала общеизвестной. Повсеместное разъяснение еще может предотвратить наихудшее. Спасибо, что следите за новостями. Доброго вам вечера.